Здравствуйте! Допустим, СК при k равном 1 2 многоточие 100 – это сумма, которой сходится геометрический ряд, заданный первым членом и знаменателем 1, деленная на k. Нам нужно найти значение следующего выражения. 100 в квадрате, деленное на 100! плюс сумма по k от 1 до 100 это модуля выражения k в квадрате минус 3k плюс 1, умноженное на СК. Фраза СК при k равном 1 2 и так далее, став, говорит нам о том, что мы рассматриваем 100 геометрических рядов. Задание выглядит довольно сложным. С чего же нам начать? Я думаю, нужно выразить самым простым способом СК. Итак, давайте запишем. СК равно первому члену ряда а далее идет общий коэффициент. Следовательно, мы пишем 1 делить на k в нулевой степени плюс 1 делить на k в первой степени плюс 1 делить на k в квадрате плюс… и так далее, поскольку нам задан бесконечный геометрический ряд. Есть хорошо известная формула вычисления суммы до бесконечного геометрического ряда. Мне так нравится ее простое доказательство, что я доказывала бы ее снова и снова. Так что давайте еще раз докажем эту формулу. Если вы не хотите этого делать, то можете сразу воспользоваться формулой. Давайте возьмем какую-то другую сумму. Пусть С равно 1 деленная на k в нулевой степени плюс 1 деленная на k в первой степени плюс 1 деленная на k во второй степени плюс… и так далее до бесконечности. Давайте теперь умножим 1 деленная на k на С. И если у нас 1 деленная на k умножается на С, то нам нужно умножить каждое слагаемое вот этой суммы на 1 деленное на k. Если мы умножим 1 деленная на k на этот член суммы, то в результате мы получим 1 деленную на k в первой степени. А если мы умножим 1 деленное на k вот на этот член, то получим 1 деленная на k в квадрате и так далее до бесконечности. А теперь давайте вычтем вот эту сумму из этой. Здесь у нас коэффициент 1. Итак, 1 минус 1, деленное на k умножить на s. Я просто вычитаю. Это будет равно вот это вычесть вот это. Все эти слагаемые в сумме дадут 0. А значит, у нас остается только вот этот первый член, 1, деленное на k в нулевой степени. А мы знаем, что любое число в нулевой степени равно 1. Таким образом, s равно 1 разделить на 1 минус 1, деленное на k. Следовательно, теперь мы можем переписать нашу сумму sk. Итак, sk равно k-1 делить на k! умножить вот на это выражение. Но сначала давайте его упростим. Чтобы его упростить, нужно умножить числитель и знаменатель на k. А значит, здесь получится k делить на k-1. Теперь мы этот упрощенный вариант записываем вот сюда. Итак, умножить на k делить на k-1. Вот это сократится и у нас останется. Вы должны быть очень внимательны, когда сокращаете k. Я вам расскажу об этом через пару секунд. Итак, остается k делить на k! А теперь давайте запишем факториал в виде произведения. k разделить на k умножить на k-1 умножить на k-2 умножить и так далее до 1. Мы можем снова здесь сократить k. И у нас останется 1 разделить на k-1 умножить на k-2 и так далее. А это то же самое, что и k-1 факториал. Давайте теперь убедимся в том, что мы получили правильную сумму для первого и второго членов геометрического ряда. Чему будет равна сумма первого члена? С1 равна… здесь, как вы видите, получается 0 факториал. Некоторых это приведет в смятение. Давайте посмотрим на первоначальное выражение. Если мы вместо k подставим 1, то здесь получится 0. Вот это k мы потеряли, когда здесь сокращали. Вот почему я говорила, что надо быть предельно аккуратным при сокращении. Таким образом, здесь получается 0. И нам не важно, что в знаменателе у нас 1 факториал. Следовательно, s1 равна 0. А чему будет равна сумма двух членов ряда? В данном случае мы можем воспользоваться вот этой формулой. Итак, s2 равна… здесь 2-1, это 1, следовательно, 1 делить на 1 факториал, то есть 1. Значит, сумма будет равна 1. Теперь давайте посмотрим вот на эту сумму. Здесь идет сумма по k от 1 до 100. Если k будет равно 1, то здесь вот s1 будет равно 0. Следовательно, все это выражение при k, равном 1, будет равно 0. А чему будет равно это выражение при k, равном 2? Если k равно 2, то s2 равно 1. Теперь посчитаем, что в скобках получается. 4-6 плюс 1 – это минус 1. Минус 1 умножить на 1 – это минус 1. А модуль минус 1 равен 1. Таким образом, первое слагаемое равно 0. Второе слагаемое равно 1. Следовательно, эту сумму мы можем записать как 0 при k, равном 1, плюс 1 при k, равном 2, плюс сумма по k от 3 до 100. Как видите, здесь у нас k от 1 до 100. Но я уже записала первые члены суммы при k, равном 1 и при k, равном 2. Значит, у нас остается сумма по k от 3 до 100. Давайте теперь запишем модуль выражения. Если мы посмотрим сюда, то здесь вот эта сумма умножается на sk. А мы выяснили, что sk равно 1, деленное на k-1 факториал. То есть мы просто записываем разделить на k-1 факториал. Это у нас sk. Итак, k-1 факториал в знаменателе. А в числителе у нас будет вот эта сумма. Давайте посмотрим на эту сумму внимательно. Нам надо с ней что-то сделать. Либо разложить на множители, но это очень трудно, либо записать ее в виде k-1 или k-k, что-то в этом роде, чтобы в результате мы могли сократить и получить простое выражение. Поскольку самостоятельно, вручную, найти значение этого выражения очень тяжело. Возможно, в итоге здесь получится сумма вроде этой 1 плюс 2 минус 2 плюс 3 минус 3 и так далее. Все члены суммы сократятся, останется только первый и последний. Другими словами, вместо вот этого выражения, которое должно быть в числителе, мы должны записать его в каком-то простом виде или как простую формулу, как, к примеру, формула для бесконечной геометрической прогрессии. Итак, мы можем записать k в квадрате минус 3k плюс 1, как k в квадрате минус 2k плюс 1 минус k, поскольку минус 2k минус k это минус 3k. Зачем я это сделала? Затем, что теперь мы можем воспользоваться одной из формул сокращенного умножения и записать это выражение в виде квадрата разности. Итак, k-1 в квадрате минус k. Теперь будет немного легче. Давайте посмотрим, сможем ли мы что-то сократить. Итак, записываем в числитель. k-1 в квадрате минус k. Попробуем что-то сократить. Следовательно, сумма равна… Точнее, мы рассматриваем только часть суммы, поскольку у нас еще остается 100 в квадрате делить на 100! Итак, сумма равна 1 плюс сумма по k от 3 до 100 от модуля выражения k-1 в квадрате минус k делить на k-1! Давайте отдельно разберемся вот с этим выражением. Итак, это то же самое, что и k-1 в квадрате разделить на k-1! минус k разделить на k-1! Что касается вот этой дроби, мы знаем, что k-1! равно k-1 умножить на k-2 умножить и так далее до 1. В числителе у нас k-1 в квадрате, и в знаменателе тоже k-1. Следовательно, мы можем сократить и числитель, и знаменатель на k-1. Таким образом, сюда мы можем записать k-1 в числителе, а в знаменателе у нас уже не будет k-1! В знаменателе остается k-2! А далее переписываем без изменений. минус k делить на k-1! Как видите, получилось довольно интересное выражение. В первом случае у нас в числителе k-1, а в знаменателе k-2! Далее у нас идет просто k разделить на k-1! Давайте подставим какие-то числа и посмотрим, что получится. Допустим, k равно 3, а значит, это будет модуль выражения 2 разделить на 1! минус 3 разделить на 2! Это будет при k равном 3! Далее мы записываем плюс модуль выражения, которое у нас получится, если k равно 4. Итак, 4-1 – это 3, значит, 3 делить на 2! минус 4 делить на 3! Я могу продолжить дальше. Итак, если k равно 5, то плюс модуль 4 делить на 3! минус 5 делить на 4! и так далее до последнего элемента вот этой суммы. Давайте его запишем. Если k равно 100, то мы записываем плюс модуль 99 делить на 98! минус 100 делить на 99! И, конечно, здесь мы еще должны записать 1 и плюс. Теперь посмотрите вот на эту сумму внимательно. Здесь мы отнимаем 3 делить на 2! а затем прибавляем 3 делить на 2! А что с модулями? Если мы внимательно посмотрим, то очевидно, что второе значение всегда будет меньше первого, поскольку у второго значения в знаменателе факториал большего числа. Здесь k-1 факториал, а здесь k-2 факториал. У второго значения в знаменателе факториал большего числа. Следовательно, второе значение будет всегда меньше. Здесь 3 вторых, а здесь 2. Здесь 4 шестых, то есть 2 трети. а здесь 1 целая и 1 вторая. Второе значение всегда меньше первого. Таким образом, вот эту сумму мы можем записать без модулей, поскольку здесь всегда будут положительные значения. А значит, мы можем проигнорировать абсолютные значения, то есть модули. Итак, мы игнорируем знаки модуля, и теперь понятно, как выражение упростится. Второй элемент первого модуля и первый элемент второго модуля в сумме дают 0. Мы их можем просто зачеркнуть. Здесь мы также зачеркиваем и здесь, и здесь, и так далее до 99, деленного на 98! В результате у нас останется 1 плюс 2 делить на 1! и минус 100 делить на 99! Но также в выражении имеется вот эта дробь – 100 в квадрате делить на 100! До сих пор я не обращала на нее внимания, но сейчас как раз время о ней вспомнят. Итак, 100 в квадрате делить на 100! мы можем записать как 100 умножить на 100 разделить на 100 умножить на 99 умножить на 98 и так далее до 1. В числителе и в знаменателе 100 сократится, следовательно, останется 100 делить на 99! Теперь нам надо вот это выражение прибавить к нашей сумме. Итак, 100 делить на 99! К счастью, вот этот элемент и последний в сумме дают 0, и у нас остается всего-навсего 1 плюс 2, а это равно 3. На первый взгляд наше задание довольно сложное. Но главное – найти способ упростить вот эту сумму. Это действительно довольно сложный момент. Итак, это выражение равно 3. На сегодня все. До встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok